здравия желаю сегодня мы продолжаем играть маринацию мое лето мы остановились на моменте с коей мы короче приехали к нему домой вот мы уже один день прожили потерпели и ваших стёбов но окей продолжим кое дал мне запасной ключ так что можно было бы пойти погулять но я как-то не хочу никуда эти кое кстати свалил на работу вот так вот у меня кинул чтобы такое придумать честно говоря делать тут особо нечего может мне реально поискать него нет 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 блохая идея может тогда заняться уборкой если мне что-то вдруг попадется под руку то это как бы просто случайность так ведь но все же разве это не будет как-то подло да и можно ли вообще наводить вот тут свой порядок без разрешения кои но я думал не стоит хотя думаю пока я оставлю вещи на своих местах все нормально к тому же вчера я убирался в папахах так что что в моих намерениях нет ничего дурного но а я тут ладно уже просто сделаю это боже я даже в собственными мыслями не могу сладить ну да ладно короче ой я чуть не прочитал пора прибираться да лучше просто думать что так я помогаю кое и у меня абсолютно нет никаких корыстных мотивов да да ладно начнем думаю если начну сейчас то управлюсь к полудню так теперь попадется ли мне только пожалуйста не показывайте мне картинок никаких никаких ни хрена нет я так и говорю он он запрятал их то есть он убирался до нашего прихода и и сто процентов их или жёг или ну блин ладно почему так и жестко сжигать окей да это же просто нелепо и не могу в это поверить но все же мне негде ничего не попалось я убираюсь где-то 3 часа времени уже слегка за полдень благодаря этому комната стала намного чище но она буквально сияет чёрт не может быть не может быть что у него их нет я жал кулак не желала не желая это признавать это ведь комната кое так почему у него ничего нет это же бред какой-то не знаю почему я раздражен но я раздражен короче чтоб тебя кое что это за ма и тут мне вспомнилась наш утренний разговор валяй если хочешь но не думаю что ты что-то найдешь да да ладно блин уже не знаю смогу ли я что-то найти я думал что он сказал так потому что был уверен в своем тайнике но неужели на самом деле имел ввиду что него нет если это правда то чем я занимался последние несколько часов пойду обедать невольно вздохнув я направился на кухню и тут а квартиру раздался до я же раз растерялся от неожиданности что мне делать я не ожидал что кто-то сюда придет наверное стоит открыть хотя может лучше не надо пока я расслышу раз мышлял над этим вопросом звонок раздался еще раз а вдруг что это что-то важное ладно раз уж я сейчас смотрю за домом по но то все-таки стоит открыть день-дон иду приняв решение я направился к входной двери и медленно открыл ее да здравствуйте увидев кто стоит за дверью я потерял дарь и дичи несмотря на изумленное выражение лица собеседницы я сразу ее узнал она выглядела точно так же как я ее запомнил это мать его кто когда я жил миноса то она часто заботилась обо мне да это наверное его мать потому что ну блин жалко мы не увидим ассет потому что женские персонажи тут ну нету ассетов женский именно женских только морские да вообще в я ой новеллах они да там женщин вообще нет вова сан кун а вы же это была мама кои кодзюми сан о это правда ты как же давно я тебя не видела ты так уже ты так успел вырасти не ожидал что встречу тебя вновь когда ты приехал сюда успел приехать и еще в начале августа интересно как она выглядит у меня сейчас летние каникулы а верно спустя столько лет ты наверное соскучился по миносата это точно я так долго здесь не был что для меня теперь тут все как в первый раз понимаю козуми сан улыбнулась и кивнула мне спустя мгновение эта улыбка исчезла и ее лицо приняло весьма сложное выражение да кстати а кое сейчас не дома а да его нет он сейчас на работе так что я тут типа выполняя роль нерабочий неработающего неработающего домохозяин но думаю он скоро должен вернуться вот так вот как так он случае можешь передать ему это когда он вернется сказав это кодзюми вручила мне конверт о нем аккуратно почерком был написано кое а да хорошо извини за беспокойство вова сан кун рассчитываю на тебя оставив мне письмо кодзюми сан ушла ошеломленный этим внезапным визитом я открыл ртом я с открытым ртом продолжил стоять у входа держа в руках конверт что это за конверт может такое там это невеста есть ну вот жареный рис с мясом и овощами готов каждое твое блюдо выглядит аппетитно все-таки ты реально хорошо хорош в этом как и ожидалось от того кто готовит сам себе да в этом нет ничего особенного суши другат поверь не до слова тому же ты только второй раз видишь мою готовку не этого хватает понятно одержишь тарелки на стол как скажешь я взял две наши порции аккуратно положил их на стол а стрелки на часах показывали чуть больше 6 может немного рановато но заняться было особо нечем поэтому мы сели на ужин за ужин 66 часов у них так темнеет там лечу что же давай есть пока не остыла ага приятного аппетита да тебе тоже кстати смотрю ты целый день на воде порядок тебе что правится убираться его глаза сложно говорили что лучше бы я просто сходил погулять ну не как-то не хотелось никуда идти я решил что лучше уберусь приберусь точнее ты решил что лучше поищешь мои да хватит повторять это меня меня же делают больно не надо ребята я жду так youtube чик мой дорогой это в развлекательных целях это получительно целях это не развлекательных извиняйте дорогой youtube чик не надо мне тут это проблемы давай а то ты мне и так там все время на авторские права кидаешь вот это вот за лупу который там потом висит как я уже говорил там он один раз просто на балде мне поставил авторские права хотя там вообще никакой мелодии нет с авторскими правами но если там конечно саундтрек из балди заимел авторские права то тогда наверное кое попал прямо я даже там не было моего гола голоса я получилось так что я без голоса записал потому что я забыл включить обратно микрофон кое попал прямо в яблочко отчего мое сердце на секунду подпрыгнуло жаль что не остановилась жареный рис такой вкусный и как нашел мою секретную коллекцию среди обычных журналов врешь не было там ничего то есть ты все же искал черта был подлый трюк ты сам на него попался потрясенный взгляд кое полностью пронизил меня умоляю хватит на меня так смотреть ну и ну уф извини вообще как-то реально странно и он нас скорее всего их уничтожил потому что ну да хотя я не знаю ну если его там мальчики привлекают в чем проблема то есть проблема в том то что я думаю таких журналов там у них точно не было да и заказывать то где их там поехали давай есть ага счастью тема разговора сменилась и я благополучно принялся доедать в ужин фух большое спасибо не за что было очень вкусно но я сказал в этом нет ничего особенного нет это не так о давай я как обычно помою посуду то есть оставь посуду на меня ты такой слишком чтивый ты какой-то слишком чтивый тебе не нужно так напрягаться напрягать себя знаю но я говорю так потому что хочу это сделать ну раз так тогда посуда в твоем распоряжении я разберусь с громким заявлением я стал из-за стола чтобы отнести посуду в раковину и в этот момент что-то выпало из моего кармана а ой это был конверт конверт который я должен был передать кое когда кодзуми сан оставила его мне я положила в карман и не доставал как он маленький и то чтобы я про него забыл и и я также не прятал его просто было сложно отдать ему этот конверт сам не понимаю почему но я просто не мог заставить себя это сделать потому что тебе кажется что там что-то не очень приятное я его понимаю у меня такие такое чувство что это ой извини что это что так поздно сообщаю днем приходили и просили передать тебе это я же передал его кое с удивлением принялся разглядывать конверт крутя его голове мой в голове от кого и от кого это здесь нет правителя от кодзуми сан она ничуть не за изменилась за это время почему музыка исчезла лицо кое приняла какое-то сложное выражение она стала каким-то механическим и холодным да я ожидал подобной реакции то что кодзуми сан пришла навестить кое после того как он ушел дома потому что я знал что эта новость его не обрадует может именно поэтому я не мог заставить себя передать ему конверт кое он не ответил резким движением он вскрыл конверт и достал оттуда его содержимое внутри конверта был свернуты в трое лист бумаги кое развернул письмо и молча начал его читать кажется этот лист был исписан сверху донизу но мне со своего места было ничего не разглядеть кое продолжала читать в тишине мне стало неловко тут стоять я решил отнести посуду на кухню такое чувство что тарелки в руках стали необычно тяжелыми ровно как гетущая атмосфера в доме она словно навалилась всем своим весом на меня я хотел сказать что-нибудь кое он не мог придумать ничего уместного хотя нет должно быть в глубине души и я подсознательно не хотел вмешиваться осознав это мне стало грустно того насколько я жалок я повернул кран еле слышишь слышим мы вздохом и тогда я услышал звук внущейся бумаги оглянившись на звук а где нушать господи я пересекся взглядом сквей который встал из-за стола и поправил свою майку я в магазин надо наполнить холодильник а хорошо я присмотрю за домом нет это не то что я хотел сказать я просто выбрал слова которые вы не стали его напрягать или раздражать но все это полная херня это не то что ему сейчас нужно однако я по-прежнему не знаю что сказать не сумев ничего придумать я лишь молча смотрел спину уходя чем после того как дверь захлопнулась я был оставлен наедине жир жирчащим звуком воды из крана заметив это я тут тоже его выключил позволю в тишине окутать комнату что мне делать я вздохнул правильным и мне будет позволить кое уйти блин я бы вообще был пытался прочитать ту бумажку которым выкинул потому что мне интересно правильно ли будет вот так отпускать кое нет конечно нет но что мне сказать что я могу ему сказать давай сохранимся тут потому что я не уверен что мы сделаем что правильное вдруг он разозлится не знаю ну хз такая ситуация чё 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 ужин и письмо вот так глава называется пойдем за ним что мне сказать что я могу ему сказать я не знаю понятия не имею но все же нельзя и это так оставлять можно идти за ним почему-то я чувствовал что не могу позволить Коя уйти сейчас одному. Нет, не совсем, если быть точнее, я хочу поддержать его. Вот что я чувствовал сейчас в очередную, в первую очередь. В следующий же миг я направился к входной двери. И, по сути, мне на глаза попалось скромное в мусорке письмо, лежащее на кровати кошелек. Никто не пошел бы в магазин, оставив свой кошелек. И Коя бы точно ни за что его не забыл. Если уж я заметил его, когда уходил, то Коя бы ни за что его не проглядел. Тогда есть только одна причина, почему он оставил кошелек. Он и не думал идти за покупками. Но куда же он тогда пошел? Я начал бегать по всей деревне и искать Кою. Кои. Тут его нет. И тут тоже. Нигде нет. Вау. Стремновато. Может, он к кому-то из друзей пошел? Обежав всю деревню, я так его и не нашел. На улице тем временем становилось все темнее. Коя, где же ты? Я остановился, чтобы перевести дыхание. Благодаря этому мне удалось немного успокоиться. Нет. Если буду искать, где попало, то точно не найду его. Нужно подумать о том, куда мог пойти Коя. Вряд ли в публичное место. Он, раз он ушел молча, то скорее всего хотел бы побыть один. Значит, в многолюдных местах искать его бесполезно. Также можно исключить вероятность того, что он пошел кому-нибудь в гости. Итак, исходя из всего вышесказанного, куда мог пойти Коя. Блин, ну я не знаю. Давай сохранимся. Его местонахождение. Ну, давайте попробуем. Ну, блин, я даже не знаю. Крикия. Пока я размышлял об этом в моей голове, промелькнуло одно воспоминание. Посреди белого пространства я увидел силуэт маленького хаски, сидевшего с раскинутыми ногами. Он смотрел далеко-далеко вперед. Не замечая меня за его спиной, я тихо приблизился к нему и похлопал по плечу. Он обернулся. Река. Вернувшись из своего воображения, воображенного мира, в которой не было ни звука, ни запаха, ни осязаний, я инстинктно понял, куда мог пойти Коя. И хоть у меня не было никаких доказательств, я решил крепко схватиться за веру в то, что он сейчас на берегу реки. Ночью здесь гораздо темнее, чем в городе. И лишь тусклый свет от звезд освещал дорогу передо мной. Блин, почему вот у персонажей у всех какие-то проблемы, психически может быть, и в общем-то, такие прям... Ну, пока мы только прошли Рун, Шуна, и проходим Кою... У них вот ушу на и у Кои, и у них обои какие-то проблемы в семье. Становящийся более слышным поток реки словно говорил мне сюда, и в ответ на этот поток я ускорился. Наряду с этим в памяти потихоньку всплыли слова, которые я слышал от снегов в детстве. Когда у меня что-то не ладится, я часто прихожу сюда. Он говорил, что вид текущей реки его успокаивает. В жаркие летние дни он всегда приходил сюда охладиться. Это было его любимым местом. Ну, хватит бубнить. Пробираясь сквозь рисовые поля, я наконец добрался до широкого берега реки. В слабом свете ночных звезд, отражающих с поверхности реки, я нашел его сидящим там с раскинутыми ногами. Ой, надо же, я с первого же раза его нашел. Кои был один. Он просто спокойно сидел на берегу. Время как будто остановилось. Но звук о насекомых совместно с журчанием реки быстро убедили меня в обратном. Я медленно приблизился к нему. Стоя позади него, спина Кои оказалась мне сейчас более хрупкой, чем обычно. Кои. Услышав свое имя, Кои взглянул на меня из-за плеча. Вова-сан, ты разве не должен был смотреть, задумал? Его выражение лица было ровно таким же, как обычно. Я присел рядом с ним и ответил. Я просто закрыл дверь на запасной ключ, но это не важно. Кто-то ушел в магазин без кошелька. Такой промолчал. Блин, это не смешно! Должно быть, он уже и сам понял, что зачем я сюда пришел. И скорее всего, он прав. Как бы то ни было, я должен ему кое-что сказать. Даже если это не мое дело. Я хочу ему что-то сказать. Это сказать. Ведь я уже принял решение. Когда я проснулся сегодня утром, то решил, что расскажу ему о своих волнениях. И теперь, с решимостью в сердце, я начал говорить. Разговор. Слушай, кое-что. Понимаю, что Лизу не свое дело, и тебе, скорее всего, это не понравится. Наушчику тоже не понравилось, он начал судиться. Но ты меня выслушаешь? Кое вновь промолчал, поэтому я продолжил. Я не знаю, через что ты прошел. Но я вижу, как сильно тебе сейчас тяжело. Кое, ты должен переживать все это в одиночку. Ты не должен переживать это все в одиночку. Ведь ты не один. Блин, я не могу смотреть на этот ассет, который смотрит мне прям в душу. Мы все с тобой. На твоей стороне. Коноски, Шин-кун, Шун-кун, Икёдзи, Тацуни, Дзюди-сан. Давай всех... Да. Перечислим. Хотел сказать. Тарахика. Ну, конечно. А еще прямо сейчас я тоже вместе с тобой. Я не настолько... Я не настолько надежный в решении проблем. Но даже так я хочу поддержать тебя, чтобы самым... Хотя бы самую малость. Поэтому прошу, доверься мне. Не держи все в себе. Ведь мы же друзья, верно? Слова, которые я произнес, были сказаны от всего сердца. Я хочу, чтобы он доверился мне. Чтобы он положился на меня. Коя всегда помогал мне, когда у меня были трудности. Даже пустяковые. И поэтому я тоже хочу помочь ему. Коя молча слушал мои слова. Видимо, он о чем-то размышлял. И когда я закончил говорить, между нами воцарила тишина. Лишь звуки воды напомнили мне о течении времени. И вот спустя какое-то время Коя наконец нарушил эту тишину. Я идиот. Я лишь пытался не беспокоить тебя, но все закончилось ровно наоборот. Ё-моё, я реально идиот. Коя, простил Увасан. Похоже, что я заставил тебя немного беспокоиться. Ты прав. Вместо того, чтобы заставлять тебя бежать сюда, я должен был объяснить тебе все с самого начала. Сказал Коя, горько улыбнувшись. Я ушел с дома не с долго до поступления в старшую школу. У меня произошел конфликт с отцом. И на это Коя начал свой рассказ. Рассказ о событии, которые я не знал. Рассказ о событии, которые я пропустил. Я начал играть на гитаре, и еще когда было в выпускном классе в начале школы. Я никому об этом не говорил, так что ты тоже вряд ли это знал. Мне всегда нравилась музыка. Она была моей страстью. Я хотел попробовать сам однажды что-нибудь сыграть. Правда, на тот момент это было не более, чем хобби. Что-то, чем мне просто было весело заниматься. Но затем случилось то, из-за чего я захотел стать музыкантом. Это произошло летом, когда я учился в первом классе средней школы. Не то, чтобы это было какое-то особое событие. Просто, когда я познакомился с одним уличным музыкантом, я часто видел его в казинаре. И в какой-то момент начал останавливаться, чтобы послушать его песни. Никто другой в зале не останавливался. Но меня почему-то манила его музыка. Затем однажды я, как обычно, пришел послушать его песни, и он внезапно заговорил со мной. Эй, малыш. Вы мне? Тебе, тебе. В последнее время я часто тебя вижу. Ты единственный, кто слушает мои песни. Вот я и запомнил тебя. Выходи. Выходит, они тебе нравятся. Но если честно, я сам не знаю. Просто каждый раз, когда я слышу вашу музыку, мои ноги будто сами останавливаются. Можешь прозвучать странно, но она словно зовет меня. Хм, понятно. Словно зовет, значит. Ой, извини, что размеялся. Просто это первый раз, когда кто-то сказал мне нечто подобное. Ты единственный мальчуган. Ой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ты интересный, мальчуган. Это комплимент? Конечно, слушай. Если ты не против, то приходи как-нибудь в свободное время. Поболтаем. Я в этом городе недавно и еще мало с кем успел познакомиться. Что скажешь? У меня не было причин ему отказывать, так что я согласился. Но по сути, все было почти так же, как и прежде. Я порой приходил послушать его песни и иногда разговаривал с ним. Какой я криво улыбнулся. И лишь молча сидел и ждал, когда он продолжил. Я лишь молча сидел и ждал, пока он продолжил. Я хотел слушать все. Все, господи. Язык мой. Откусить бы. Мы всегда много говорили. И меня в этот в какой-то момент это начало утомлять. Но во время этих разговоров я поймал себя на мысли, что Ё-моё. У меня наушники отключились. Твою мать. Прям подходящий момент. Давай теперь загрузим. Блин, такой момент ты сукой. Мня. Да, пипец. Нам, извиняйте, мы... У меня наушник отключился, я же говорю. Мы довольно много говорили, и меня это в какой-то момент начало утомлять. Но во время этих разговоров я поймал себя на мысли, что я тоже хочу радовать множество людей своей музыкой, как это делал он. Делает. Именно так я решил стать музыкантом. Возможно, эта мысль у меня была еще, когда я начал играть на гитаре. Но именно он подтолкнул меня к этому. Это стало моей мечтой. Я подумал, что было бы круто жить, занимаясь тем, что мне нравится. И с той поры я начал очень сильно серьезно относиться к гитаре. День за днем усердно практиковался и иногда даже играл вместе с ним. Постепенно эта мечта все сильнее захватывала меня. Я даже завел множество новых друзей и знакомых. И вот в третьем классе средней школы, когда нужно было определиться со своим будущим, я рассказал родителям о том, что хочу стать музыкантом. Но мой отец нет, даже не думай об этом. Я никогда не имел против... Я ничего не имел против твоего увлечения гитарой. Но о том, что ты становишься музыкантом не может быть. И... Че? Погоди. Я уже долго об этом думал и... Ты ничего не понимаешь. Послу... Послушай, мечтать не вредно. Но ты не можешь жить одними только мечтами. Таких людей, которые мечтают стать музыкантами в Порт-Пруде. Чего ты решил, что такая возможность выпадет именно тебе? Будь реалистом. Да, блядь. Извиняюсь, позвонили. Блядь, опять звука нет? Ладно, давай дочитаем этот момент. Пипец какой-то. Меня слышно, я же думаю. Если продолжишь и дальше об этом настаивать, то мне придется отобрать у тебя гитару. Какого хрена? говоришь так, будто делаешь это для меня, но по факту ты даже не слушаешь меня. Перестань указывать мне. Я сам знаю, что делать. А потом? Потом мы сильно повздорили. Оглядываясь назад, я понимаю, что это была реально глупая ссора. Пожалуй, мне тогда следовало вражаться получше. но я ни о чем не жалею и не корю себя. Если бы я не ушел из дома, то не мог бы стать тем, кем являюсь сейчас. Сказав это, на лице Кои была заметна легкая грусть. И я тоже почувствовал эту грусть. Кои А что про письмо? То мама просила меня прийти завтра. Написала, что хочет поговорить со мной в тайне от отца. И что ты решил? Пока ничего. Кои опустил голову, чтобы я не выбрал. Всегда есть риск пожалеть, поэтому я не могу определиться. Кои поднял голову и взглянул на ночное небо. Как будет лучше? Как будет лучше? Слушай, а что бы ты сделал, Вова сан? Ну, наверное, что бы я сделал? Будь и на месте Кои, то будь я на двум месте, то думаю, пошел бы. Как следует об этом подумав, я определился с ответом. Как ты говорил, есть риск того, что это будет не очень приятный разговор, но также возможно и противоположное. Никто не знает, чем все может обернуться. И это невозможно узнать. Случится может все, что угодно. Нельзя просто вернуться назад и изменить свой выбор. Ну, не знаю. ломание четвертой стены. Ей! Так уж устроен мир, в котором мы живем. Но для тебя все возможно, дорогой мой. Поэтому, чтобы не осталось никаких сожалений, я считаю, что лучше пойти. Вова-сан. Да, ты прав. Как только Коя произнес, я увидел свет в его глазах. Может быть, мне просто показалось, что я уверен, что это был свет его решимости. Спасибо, Вова-сан. Благодаря тебе я вспомнил кое-что важное. Любимую фразу. Мою любимую фразу. Если пытаться, то все получится. Я не знаю, лучше бы... Не знаю. Переводчик бы перевел это как фасовицу нашу. Если долго мучиться, скоро все получится. Да. С этими словами Коя рассмеялся. Такое чувство, будто я не видел его улыбку целую вечность. Хотя на самом деле она была не так давно. Настолько я успел по ней соскучиться. Ты прав, что лучше пойти. Ведь ты попробуешь, ведь не попробуешь, не узнаешь. А от того, что не попробуешь, ничего не выйдет. Коя поднялся. Его вид теперь казался намного более надежным. что давай возвращаться. Хоть сейчас и лето, но мы простудимся, если продолжим тут сидеть. Да, ты прав. Только я попытался подняться, как Коя протянул мне руку. Вот Вова сам. Спасибо, Коя. Схватившись за его руку, я подтянулся к нему. Со стороны это наверное было похоже на рукопожатие. Эй, голос он. Все еще стоя в том положении, Коя обратился ко мне. Спасибо. Произнеся это, Коя смущенно развернулся и зашагал вперед, по-прежнему держа меня за руку. Погоди, хотел сказать и остановился. Увидев, как его хвост виляет в сторону в сторону. Я не мог что-либо сказать. Впрочем, иногда говорить что-то либо даже излишнее. Вова сам. Что? Спасибо, что пришел ко мне. Ага. Так. Давайте остановим перезагрузим опять же игру. пересечения судьбы по вертикали. Это хорошо или плохо? Я здесь. Ей. Я буду рад, если мне никто не позволит. Я почему-то когда играю именно в маринацию, именно в маринацию, да, то мне постоянно звонит или этот спам или маманя. Короче, блин, пипец. Или камера вообще отключается из-за этого. Ну, я пошел. На следующий день я снова провожал кое до двери. Времени было почти полдень, ну, 12-30, если точнее. Плывущие по небу облака создавали атмосферу нагнетения. Хорошо, удачи. Ага, оставляю дом на тебя. Мне кажется, сегодня будет что-то не очень приятное. Улыбнувшись, кое исчез за дверью. И так же, как вчера, я снова остался один. Закончил с провожанием, я ушел в гостиную и прилег. На этот раз я решил просто спокойно его подождать. Кое ушел встретиться с Казуми-сан в ответ на вчерашнее письмо. Интересно, о чем они будут говорить. Хоть это и не мое дело, но я все равно нервничаю. В моей голове прокрутилось множество различных вариантов. Однако, какие из них окружают окажется правдой, в чем в итоге все обернется. Это я пока не знаю. Возможно, это из-за тусклого неба, но мне все равно было ужасно беспокойно. я волнуюсь о том, что будет. И сильнее всего Кое. Я волнуюсь о Кое. Мое сердце беспокойно бьется, и даже представить не могу, каково ему сейчас. Но я точно знаю, что ему сейчас нелегко. Наверное, поэтому мне так легко просто лежать и ждать. однако такова моя роль, и когда Коля вернется, я поприветствую его словами с возвращением. Даже если это всего лишь мелочь, для него это будет очень важно. Поэтому я чувствую, что должен остаться. Да, верно. От этих мыслей мне стало спокойнее. Все еще лежа в кровати я перевел взгляд на окно. Похоже, солнце не так так и не собирается показываться. Однако прямо сейчас гнетущее небо выглядело как-то иначе, чем несколько мгновений назад. Фух. Возможно, это из-за облаков, но на улице было необычно жарко и душно. С телом неприятно прилипал пот. Я вздыхаю, но вовсе не за плохой похоже. Если посмотреть наверх, то можно увидеть, как все небо покрыто свинцовым цветом. Кажись, скоро будет дождь. И под этим небом стоял я напротив одного дома. Я очень хорошо знаю этот дом. Еще бы я его не знал. Ведь это дом моих родителей. А, мы играем теперь за кое. И я так и знал, я же голос перевел немного. Должно быть, поэтому я и вздохнул. Меньше всего мне хотелось приблизиться к этому дому. Дому, из которого я убежал после того, как посорился с отцом. Я не жалею о том, что сделал. Однако я до сих пор не уверен, было ли это правильно. Поэтому мне не хотелось приближаться сюда. Вдруг сам факт того, что я ни о чем не жалею, уже является ошибкой. Я начал думать об этом в какой-то момент. Я боялся, что если приду сюда, то началось сильнее об этом задумываться. На самом деле, я сейчас этого боюсь. Однако это было мое решение при везде. Поэтому я должен идти дальше. Ступая по земле, я подошел ко входу. Ручка на двери была необычайно горячей. Должна быть из-за жары. Как только я схватился за нее, то услышал, как сильно бьется мое сердце. То, что чувствовал сейчас, сильно отличалось от волнения перед поступлением на сцене. Однако уже поздно поворачивать назад. Вложив в это всю свою силу, я открыл дверь, Господи. Внутри меня встретил ностальгический антураж. Все вещи были ровно на тех же местах, как когда я все еще жил здесь. Словно с тех пор время тут остановилось. И так же здесь болота тоже ждала меня. Добро пожаловать домой. Когда поворачиваешь ручку на двери, она издает звук. Поэтому я и ждала здесь. И вот спустя столько времени ты наконец пришел. Мы сели друг напротив друга за столом в гостиной. Мама все это время улыбалась мне. Что опять? Куда звук делся? да ёб твою мать. Я не знаю эти наушники это че такое? Connected да уже поздно. Disconnected connected. Ребят поиграем без звука окей? ой блять ебучие наушники мне если друг напротив так рад что я пришел ага однако я не мог смотреть ей в глаза не знаю почему но что-то в моем сердце не давало мне поднять свой взгляд. с тех пор как ты ушел прошло всего чуть больше года но по ощущениям несколько лет я его там озвучил как будто реально несколько лет я думала что больше никогда не смогу поговорить с тобой но я рада что ты пришел сегодня прости что ни разу не связывался ничего я знала что у тебя все в порядке как идут дела у твоей группы все хорошо я слушал что у вас скоро будет концерт неплохо все усердно трудятся но ведь на следующей неделе да он ведь я слышал что если вы победите то можете дебютировать удачи мама болеет за тебя чтобы наверстать прошедшее время мама продолжала осыпать меня вопросами но это неправильно разве за этим она меня позвала не может быть наверняка должно быть что-то еще иначе она не стала бы приносить мне письмо так почему она не переходит к настоящей теме я понимаю что у нее много вопросов однако это сейчас не главное вопросы могут подождать разве а разве за этим ты меня позвала дело наверняка ведь в чем-то другом не так ли когда я указал на то на это она словно господи я уже голос поменял затаило дыхание ее улыбка теперь казалось нам намного немного грустной прости я плохо об этом сказал нет все в порядке все-таки ты прав внезапно ее взгляд стал серьезным кажется я догадываюсь к чему все идет кое теперь пора вернуться домой я так и думал уже прошло немало времени с тех пор как ты ушел разве не стоит наконец вернуться но мне слишком неловко я молча кивнул для меня уже слишком поздно возвращаться к тому же это из-за твоего отца я снова кивнул я вошел из дома потому что посорился с отцом пока между нами все еще есть разногласия я не могу вернуться кое ты знаешь почему твой отец был таким строгим если я получу другую работу мне никогда не придется голодать я смогу жить нормальной жизнью и мне не придется беспокоиться о своем будущем верно но вместо этого я словно отчаянно пытаюсь зажечь огонь используя себя в качестве спички возможно моя искра так никогда и не загорит или же я успею сломаться до того как это произойдет да верно однако есть еще одна причина вряд ли ты это помнишь ты тогда был совсем маленький это был случай из-за которого мы начали жить вместе здесь на мгновение мама замолчала у нее было немного тяжелое выражение лица но после короткой паузы она продолжила твой отец потерял работу не сдолго до того как тебе исполнился год что как только я услышал мои глаза невольно расширились официально это была добровольная отставка но на деле его вынудили уйти из-за сокращения штата это была крупная компания к счастью его практически сразу удалось найти новую работу тогда мы переехали сюда в этом и была его причина думал он не хотел чтобы нечто подобное случилось с тобой он надеялся что тебе не придется проходить через те же трудности через которые прошел если безработным он быть безработным невероятно тяжело но ты же знаешь твой отец плохо умеет выражать свои чувства а так же довольно упрямый поэтому кто-то рассказал ему о своей мечте он сказал то что сказал по крайней мере пожалуйста пойми это охренеть я никогда себя так не представлял такого каким бы упрямым и слабым в разговорах он не был отец всегда производил впечатление состоящего человека состоятельного человека я и подумать не мог что у него было такое прошлое сказать по правде отец всегда беспокоился о тебе гораздо больше чем я он часто посещал твои концерты и даже запряг меня следить за тем какие дни они бывают серьезно мог бы и сам это сделать сказав это она слегка рассмефлялась словно говоря все хорошо ты можешь вернуться но это не то что можно так просто разрешить я понимаю чувства своего отца я понимаю почему он так думает и теперь мне видна вся картина целиком но есть причина почему я не могу вернуться многое успело измениться за этот год что-то в мою жизнь пришло что-то ушло и если я сейчас вернусь домой то мне придется отбросить все чего я успел достичь я не могу так просто взять и отказаться от достигнутого я вложил в это слишком много сил и времени и поэтому я не могу так просто вернуться яблоко от яблока недалеко не падает вы оба одинаково одинаково упрямые но кое ты правда считаешь что это правильно оставлять все так как есть можешь принять решение позже но по-моему данный момент времени наиболее подходящий для этого для того чтобы поговорить с ним тебе не нужно сразу разрушать что ты успел построить поэтому давай создадим условия условия мама кивнула и затем начала объяснивать если ваш следующий концерт окончится ничем пожалуйста поговори со своим отцом еще раз это все чего я прошу воу по мне прошелся легкий озноб открыв глаза я понял что все еще нахожусь в съемной квартире своего друга детства похоже я уснул когда лежал на полу стрелки на часах показывали 14.00 немного неплохо вздремнул подумав о времени я начал осматриваться кое похоже его все еще нет дома что-то он задерживается может их разговор затянулся впрочем мы беспокойство были напрасными ибо спустя мгновение раздался звук открывающейся двери и тут же не задумываясь скачил я тут же не задумываясь скачил и направился к входу в дверях стоял человек которого я ждал человек его лицо было более серьезным чем обычно как только я его увидел то испытал некоторое облегчение от того что он вернулся и в этот момент в моей голове у вас были конкретные слова я решил что произнесло это когда принимал эту роль Коя как только я позвал его по имени он снова взглянул на меня с возвращением придет домой Коя рассказал мне обо всем что произошло в доме его родителей я заставил их волноваться но оно непонятно смеясь сказал он тема беседы была очень проста если следующий концерт окончится ничем возвращайся домой для нас с Коей хотя думаю для любого это было бы неожидаемо но теперь важно то что будет дальше если не принимать решение то ничего так и не изменится я задал ему этот вопрос ведь в конце концов Коя что будешь делать Коя думаю думаю вернусь я уже пообещал тому же мама права я правда не считаю что это правильно оставлять все как есть рано или поздно мне придется все исправить хотя это не то что должен говорить парень убегавший из дома Коя горько улыбнулся я как среду обо всем подумаю и понял что я что не я не мой отец так и не сказали друг другу то что чего хотели и мне хотелось бы начать все заново все таки сейчас действительно хороший для этого момент кроме того я хочу продолжать играть на гитаре даже когда вернусь домой я бы ни за что не стал отказываться от этого сейчас но перед этим я хочу еще раз с ним поговорить обо мне и обо всем что со мной успело произойти я уверен что смогу двигаться дальше в таком направлении вот что я решил я согласно киваю это действительно кажется правильным не обязательно быть понятным чтобы что-то делать но когда тебя понимают ты чувствуешь дополнительный прилив сил однако все это не так просто как бы сильно ты этого не хотел добиться понимания от других довольно тяжело и все же кое я серьезно строен сделать это я честно не мог я честно не мог ему осветиться как я и думал ты такой сильный вовсе нет я бы никогда не решился на это в одиночку все благодаря тебе Вова-сан а? ты пришел за мной вчера и лишь благодаря этому я смог сейчас решиться на это серьезно спасибо тебе но нет я не сделал ничего такого я просто сказал что хотел сказать и честно говоря вышло немного так себе я слегка рассмеялся чтобы скрыть свое смущение мне немного неловко вспоминать вчерашний день а я говорю что это не так эй Вова-сан м? какой серьезно взглянул на меня от такого взгляда мое лицо тоже стало серьезным я не знаю что ждет меня дальше но нет именно поэтому я буду стараться еще сильнее чем раньше так что ты продолжишь и дальше поддерживать поддерживать меня Коэс дал мне вопрос слегка обеспокоенным выражением лица это немного забавно ему вовсе не нужно о таком спрашивать боже Коэс ты серьезно? на моем лице без без сознателя появилась улыбка конечно я поддержу тебя я сделал бы это даже если бы ты меня не просил в ответ на мои слова Коэл улыбнулся спасибо Вова-сан окей раз все что нам остается это идти вперед тогда давай сделаем это с размахом да на полной скорости ладно пора заканчивать с этой темой а то она длится уже почти два дня давай собираться а? Коэ так быстро сменил настроение что я не мог не удивиться собираться куда? в смысле сегодня же летний фестиваль раз ты раз ты здесь то обязан его посетить аааа я понял почему он вчера на работу пошел стой и я стой я тебе ни о чем не рассказал нет впервые об этом слышал ой извиняй ну ты же пойдешь верно господи вот этот взгляд был перевод взгляда на меня это было немножко крипово потому что я смотрел прям на асы ну ты же пойдешь верно все остальные тоже будут пойду но о таких вещах говорят заранее да извини он извиняясь почесал щеку я вчера я тоже почему-то у меня щека зачесалась вчера было точно такое же с подбородком что-то кое на удивление забывчивый а мне казалось что он более собранный хотя нет он не так много говорит может он не силен в разговорах ладно проехали пошли тогда все ведь ждут я зеваю я спать хочу и вот мы вдвоем направились на фестиваль солнце уже садилось так что мы как раз доберемся туда к нужному времени винасата обычно очень спокойное место на сегодня все было немного иначе по мере приближения к храму я чувствовал как атмосфера становилась все более более оживленной словно все деревни сегодня праздную эта атмосфера прошла по каждому моему участку тела отчего я стал немного взволнованным кое по-видимому чувствовал себя так же его хвост уже не столько время вилял из стороны в сторону не скроешь свои чувства кое не скроешь за этим довольно забавно наблюдать но есть такое мне же хотелось схватить его но знаю к чему это может привести я не решаюсь сделать скорее ему будет больно не знаю кое кстати ты у себя ходил на фестиваль возможно кое заметил как я смотрю на его хвост и поэтому решил заговорить ну иногда не то чтобы много раз но что такое со мной там много там слишком много людей да и сами фестивали чересчур большие ну да не очень приятно гораздо чаще я ходил на фейерверки а я вообще никуда не хожу ладно честно говоря да потому что у меня нет друзей печально печально о как с девушкой нет 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 с друзьями с друзьями эш что за доверчивое лицо это правда ну ну как скажешь да ну ты же ревновать будешь я забыл какое кое словно мстит мне за то что я мысленно хватал его за хвост но мне как-то не хотелось останавливаться в проигрышах так что я решил продолжить а что насчет тебя кое ты всегда был популярен небось часто ходил на фестиваль с девушками понимаю гормоны шалят не так ли Вова сам он даже не слушает повторяю еще раз я пытался сказать что все не так но мои слова заглушили голос зовущий нас издалека присмотревшись я увидел наших собравшихся друзей детства похоже все уже пришли кроме нас даже коноски сегодня опоздал ё-моё вот что фестиваль понятно чё вы такие медленные давайте быстрее услышав это мы с коей переглянулись похоже наш разговор окончен ладно фиг с ним побежали ага на этом мы ускорились и присоединились к остальным мне кстати интересно будет пойти рут зьюете не знаю да хочу просто попробовать потому что когда я листал этот хотел начать рут тарахика но короче я потом понял что у рута тарахика нет оказывается я потом просто посмотрел какие руты вообще есть вот и там как-то зьюете себя странно вёл когда мы выбрали место где он там есть там ещё был кстати шинкун ну наконец-то вы опоздали извини извини хотя стой разве вы не рано ещё не осталось ещё осталось время до встречи да мы да мы только что пришли а правда правда ну осень мне просто не терпилось прийти как можно скорее пока мы шли он всё кричал мы опаздываем мы опаздываем что в этом такого боже умерь свой пыл ты же не ребёнок хочу забыть ну частично эй погодь что ещё забудь хочешь сказать что я ребёнок ну нихрена ты Шерлок да ты офф чё он хотел сказать оффник йоу тацуни какие странные у тебя трусы чё это ёп твою мать если у них реально такие костюмы на фестивалях то это довольно ну не знаю для нас это довольно необычно потому что вот чё это такое у него чё это такое там это на одежде что это ну хватит фигнёй маяться этот фестиваль ведь бывает только раз в году лучше рано чем никогда так что давайте идти мы собираемся оторваться верно не такая странная прическа я даже не знаю ну такую бывает рисуют там анимеши герои но я думаю это как знаешь как что-то наподобие как шипов он же типа как да дракон по-настоящему Тацюни мы по-настоящему Тацюни мы в десятером отправились в путь десятером кто десятый наш всего там друзей это девять по-настоящему погоди а кто яхз ну блин а кто еще ну ладно может кто-то из родственников там не знаю по пути мы обсуждали различные темы может это ошибка ну я не думаю что это ошибка потому что это была наверное тупой ошибкой типа сколько киосков было в прошлом году или в каком киоске цены дешевле хоть это и мелочи но все же были увлечены этим разговором похоже каждый с нетерпением ждал с сегодняшнего дня несмотря на то что мы еще не пришли от простой прогулки со всеми я уже чувствовал веселье наверное поэтому мы глазом ракнуть не успели как наш шумный марш из 10 человек добрался до пункта значения нет в смысле почему 10 кстати вот показывают всякие изображения вот на фоне и там только люди не знаю подрисовали там хоть какого-нибудь волосатика ну е-мое храм что неосознанно издал возглас восхищения конечно где-то в глубинах своей памяти я уже видел нечто похожее но увидеть такое снова было по-настоящему эффектно даже когда мы начали бродить по кругу я не мог перестать переводить взгляд с одного места на другое что ты все морды вертишь вертишь господи язык не подводи меня Коэс заметил как я оглядываюсь и установил установил на меня о я просто думал насколько он классный фестиваль в смысле да такой же как всегда но он не особо то изменился с тех пор как ты уехал правда тебе наверное так кажется из-за ностальгии возможно кстати мне вот интересно а если это тот фестиваль который ладно тогда мы в Рути Коэ проходили то по идее он не должен с нами быть то есть тогда он просто типа решил именно со мной чтобы побыть спросился у этого забыл как деда зовут ну короче там попросил Гакусана заменить его вот а там он получается он должен что-то там делать на фестивале именно вот вот но получается так нас тут друзей то наших именно 8 ну если правда Шун-Кун не тут по теории вот ну тебя здесь ведь здесь давно не было ну как никак ладно хватит осматриваться давай уже что-нибудь выбирать что бы ты хотел сделать ну раз уж мы здесь я снова огляделся на этот раз чтобы найти что-нибудь интересное вдоль улицы выстроить самые разнообразные киоски от классических золотых рыбок и тира до виниловых шаров и неоновых палочек здесь реально дофи а внезапно ощутил нечто странное что-то не так обе стороны улицы уставлены киосками сначала я оглянулся на первую сторону киосков потом на левую и тогда до меня нашло что было не так из моего поля зрения исчезло то что раньше тут было эй Коя чего а где все остальные его уши резко дернулись словно бессловно вопрошая в смысле Коя так же как и я смотрелся по сторонам и заметил и затем выдал ё-моё 8 человек которые шли вместе с нами внезапно бесследно исчезли а погоди 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 дружочек я это почему 10 дело все в том что когда я читал описание игры там 9 маршрутов то есть 9 персонажей которые мы можем влюбиться и получается 10 это мы ну ладно все же теория что Шун Кун не тут тоже стоит ей развиваться 8 человек которые шли вместе с нами внезапно бесследно исчезли не так просто потерять из виду такого великана как Тацуни между нами возникла вялая атмосфера говоря простым языком мы потерялись похоже на то и что надо теперь делать мы стали с напряженными лицами ну давай попробуем поискать их что ли хотя будет чудо если мы хоть кого-то найдем в этой толпе да я не думал что их там прям много там деревушка такая малюсенькая ну да и это не говоря о том что они ведь тут будут постоянно перемещаться лучше бы нам их найти как можно скорее впереди ведь фейерверки хотя я в целом не против остаться с тобой наедине о май гад что мое сердце ёкнуло от его злов и правда мы остались наедине от осознания этого мне стало неловко я понял что покраснел перестань не говори так мы ведь пришли сюда вместе со всеми быстро сказал я чтобы скрыть свое смущение так так-то я и сам не против что мы наедине что ж пожалуй ты прав ладно тогда пошли волосы да мы должны поскорее найти остальных ага хотя я не против было и остаться с ним наедине ну знаете вот ну как типа для романтических отношений в общем-то мы начали эту рут для романтических отношений но блять тут их до сих пор нету вообще ничего было там типа что-то там про фартук и все ну и эти вот шутки кои которые ну да насчет ванной и все где где чего я хотел ну почему это есть шуном но с другими я думаю такого-то и нет почему а игра 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 обожаю игру эту я был бы рад еще бы если бы тут был бы еще рут салтару блин там наверное было бы все похоже чем шунгун разрабы просто любят а персонажей поменьше а так они сделали кое как ну блин есть такие знаешь персонажи в романтических новеллах я люблю играть в романтические новеллы там всегда делают такой персонаж типа один какой-то мега мерзкий один какой-то мега веселый ну немножко с депрессией один персонаж мега стеснительный мега короче краш эталон красоты да взять тут же персонажей из доки доки ладно потому что я привел пример потому что практически все в нее играли даже не любители новеллы которые играть типа нацуки мега противная но и мега милая ну для меня она не милая не знаю почему ну как по описанию Юри она мега красивая и стесняшка умная короче взрослая и вроде бы эталон красоты да ухуху ну я не знаю куда можно конечно поприслать Монику но типа она забавная очень ну для меня лично Сайори она милая и веселая ну с депрессинкой немножко она черешня однако чтобы мы не теряли зря времени мы также посетили несколько киосков первым был киоск с золотыми рыбками где мы соревновались кто поймает самую большую но в итоге никто не смог поймать ни одну и мы оба остались ни с чем блин жалко золотых рыбок у нас также было соревнование по стрельбе в тире где я наконец мог отыграться за недавнее смысле смысле эээ киос проиграл сбив коробку с карамелями с карамельками которые мы потом съели насладившись ностальгическим вкусом после мы купили сахарную вату и блины кое еще дразни у меня говорят что у меня что-то на губах было немного стыдно но весело что это у тебя там такое белое на губах что сахарная вата нет ой ладно короче мы по-любому с ним наедине остались даже там если будем искать других с этим настроением мы продолжали обходить толпу фестиваль где только я и кое было странно неловко возможно ну потому что раньше мне приходилось оставаться с кем-то не приходилось оставаться с кем-то наедине в таком такие в такие моменты но я был счастлив невероятно счастлив счастливее чем когда-то чем когда бы это ни был солнце уже село такими темпами скоро начнутся фейерверки на данный момент искать их было дальше будет бесполезно придя к таковому выводу мы устали и решили отдохнуть на лестнице под рамом подальше толпы кажется уже пришло время для бон он дори даже музыка соответствующая заиграла но самому мне не хотелось танцевать ибо я слишком стеснялся тем более что ни тарахика ни остальных вместо местом хороводи видно не было как странно зато хоровод может водить около костра голый а там он не может так что мы вдвоем просто сидели и отдыхали наблюдая за праздничной суетой фух мы столько раз все обошли да уж тупы определенно сильно утомляют такое ощущение что тут так же собирались люди из ближайших городов это уже небольшое преувеличение не думаешь хотя людей действительно слишком много обычно в деревне столько нет об этом я и говорю из-за них тут хрен кого найдешь и никто из ребят нам так и не встретился но что поделать когда вокруг такая толпа извини его в итоге мы остались только вдвоем с остальными было бы веселее кое словно чувствовал ответственность из-за того что я произнес но я совсем не хотел чтобы так получилось теперь мне стало немного неудобно да было бы классно гулять со всеми но мне с коей было достаточно весело нет с ним было наверное даже веселее чем я впервые гулял с кем-то фестивал фестиваль наедине хотя это не очень красиво по отношению к остальным слышь хотя они сами съебались ой извиняюсь просто меня это немножко разозлило как-то это было некрасиво по отношению к остальным а они просто взяли ничего не сказали и смотались даже не искали нас так понимаю поэтому я прямо сказал ему то о чем думал нет это не так мне с тобой было очень весело это сказано это отсказано мне стало неловко и я отвернулся как только я слушал голос кои что-то теплое коснулось мои щеки окей оу кое как какой большой лежащий на камне каменной ступеньки это оно взяло мою руку и нежно сжало ее это была рука кои как только я это осознал мое сердце подпрыгнуло обычно знаешь когда такое делают то есть натуралы не знаю ну натурал бы реально на все это плохо отреагировал во-первых мало таких парней которые нормальных парней которые вообще могут постоянно говорить на какие-то серьезные темы и не ржать над кем то есть повторяю постоянно говорить там по душе или хоть как-то вообще говорить по душе во-первых во-вторых я думаю никому не понравится если он будет типа проводить время понятно если он будет проводить время типа вот так вот типа наедине там тихо наедине там с кем-то ну понятно короче что еще хотел дополнить а ну вот это вот пожимание всякие вот это рук там да это тоже как-то натурал пожимание я имею вот это вот как это уже немножко да странно на месте кое наверное было бы немножко боязно такое делать потому что ну не знаю за такое может поебалу дать потому что ну блин мало что ты подумаешь там что он там собирается с тобой делать все-таки собака повернув головой я увидел что лицо кое было прямо передо мной смотри на меня смотри на меня его острые глаза точно глаза словно пронзали меня насквозь блин отвернись от меня колес больно весь шум доносился издалека издоносившийся издалека исчез своей сжатой рукой я почувствовал как бьется сердце но было трудно сказать мое это сердце или сердце кое что ты на меня так смотришь скажи что-нибудь чем больше тепла я чувствую в своей руке тем бледнее становится мое лицо я потерял всякое понимание происходящего ко я волоса ко я волоса кое сильнее сжал мою руку было слегка больно но меня не было достаточно времени чтобы обратить на это внимание как все к этому прошло что происходит эти мысли продолжали крутить в моей голове знаешь с тех пор как ты вернулся и чувствуешь что это что-то изменилось во мне ага ой господи это лето стало особенным для меня возможно потому что много чего успело произойти у них у них лет летние каникулы идут один месяц лето серьезно я рад что ты все это время был со мной ага я не знаю как это правильно выразить но это то что это я чувствую ага да ты блять рот закрой ага ой извиняюсь за мат потому что меня это немножко раздражает я только и делаю что киваю не в силах переговорить то что пытаюсь сказать ведь это звучит как о с каждым его слогом я чувствую как мое сердце бьется все сильнее забыл как моргать дышать тоже мозг словно отказывается работать моя грудь так странно болит я уже даже не знаю что происходит со мной пока я все еще пребывал в шоке кое вновь открыл рот чтобы продолжить розыграй но прежде чем я чем он успел что-то либо сказать его перебил голос под несящийся откуда историк боже мой я вас убил кто это сказал трахика да я тебя сейчас это я не знаю тебя скину мы ждали этого момента все мать его игру то есть ну как сказать что-то романтического но этот же первый же момент нам какой-то не знаю абреган волосатый просто сорвал наконец мы вас нашли мы вас нашли ты что такое мы скоро отскочили друг от друга как дети которые стукали за шалость ай-яй-яй какие шалости и как в этот раз это оказался голос трахика я говорю я его забочу сейчас как только мы их увидели та недавняя атмосфера мигом улетучилась с одной стороны я испытал облегчение а с другой разочарование да вот я не знаю у меня сейчас не разочарование у меня сейчас злость просто я готов убить этого трахика соблезуб соблезуб я не знаю елки-палки мы даже заметили заметить успели как вы исчезли вы блин как не маленькие дети чтобы теря эй что это у вас красные лица что-то случилось ничего блин да вы сами ускакали мы что виноваты мы там стояли вы ушли абсолютно ничего верно кое да ничего а что ты беспокоишь о нас только об одном из вас этот кто-то точно не ты ну раз ничего ничего да ладно скоро начнутся фейерверки пошли скорее что звук взрыва прервал тарахика а у меня звук взрывов нет птички летят бомбить порася это ракета и в небе распустился большой цветок а фейерверки начались у меня звука нету и у вас наверное тоже звука нету так что наслаждайтесь моим голосом моим отвратительным голосом блин не успели если пойдем туда то думаю там их будет видно ближе да нам тут и все прекрасно видно к тому же здесь мало людей так что это хорошо секретное место соглашусь сейчас уже поздно куда-то идти так почему бы не посмотреть их здесь ну пожалуй да пока мы это обсуждали в небе рассвел второй фейерверк 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 я буду для вас фейерверком ясно ну то есть звуки наверное все делать блин ну я не виноват у меня звук опять вырубился не знаю зачем мне наушник вообще в ухе толку от этого потому что звука нет как красиво просто так пробормотал я что таково таковые были мои искренние слова возможно это самые красивые фейерверки что я когда-либо видел кого-либо видел ладно однако больше всего меня сейчас интересовали слова которые хотел сказать Коя тепло обхватив мою руку спасибо Тарахику чё сказать не реально Тарахика в игре делают его таким раздражающим персонажем честно слову хотя не знаю меня больше раздражает оцени в принципе ты серьёзно серьёзно некуда нет я оценю что ты это говоришь но ты правда хочешь потусоваться со мной все остальные каникулы они ведь скоро кончатся а у меня выбор что ли есть уже то есть блин игра полностью настроилась только на Кою больше ни на кого мы уже не можем поменять мы можем я не знаю наверное только отбить концовочку какими-то там выборами ответов но мы так и так будем сходить и причиной его озадаченности был я сегодня я должен был покинуть его дом и вернуться к своей бабушке с дедушкой таков был договор и я вовсе не собирался поднимать эту тему заново хотя мне конечно хотелось бы остаться у него подольше но это уже другой разговор так из-за чего же Коя озадачен блин он наверное хочет чтобы я остался не знаю потому что у меня возникла новая просьба только если ты и остальные члены группы не против чего в ответ на мои слова Коя вздохнул и почесал затылок а какой сегодня день я кстати я не знаю ну да нам бы пригодилась еще одна пара рук но с чего ты вдруг это предложил смотри я чуть не понял а я что буду на каком инструменте играть я буду вокалистом я умею петь у меня голос просто красивый ну кто кто не знает тот знает я я умею писать песни там да уже подготовлю музыку ну блин я так красиво исполняю у меня на втором моем канале же есть вид то есть песни ладно пандертейл пока что но они такие отвратительные то есть из-за того что у меня нету голоса я пою мне больше заняться нечем честно я не знаю о чем мне еще было туда загружать какие-то туториалы только почем я сам даун честно говоря у меня нету вообще таких дел по каким я мог бы делать туториалы ну скорее всего по гитаре но я не думаю что это кто-то будет смотреть потому что во-первых я плохо объясняю во-вторых кому это надо да и тем более это нужно не знаю стараться наверное делать ну хотя и песни тоже надо стараться делать пока во-первых за все там отвечаю именно я ну кроме озвучки ну блин за озвучку получается тоже потому что надо подталкивать у людей подталкивать типа ты обещал давай озвучивать вот искать их надо еще да ладно не до этого в общем-то чтобы что-то там делать нужен хоть какой-то актив а вы помните какой у меня был тогда актив то есть вот так вот через месяц видео вышло через два месяца одно видео и то какое-то говнистое прохождение доки-доки или что там еще или какая-то инди ужастик у меня реально на канале только одни какие-то ужастики не знаю хотя у меня канал в общем-то с разными играми но типа мне нравился всегда жанр ужастики и мне никто больше ничего не предлагает играть вот да и я в принципе не знаю на что можно поиграть именно на мобилке потому что какой-то деревнище там сделают типа не знаю короче неинтересно приключенческие игры тоже они довольно-таки такие если портированы к ПК но это их сложно установить короче я не знаю что мне в общем-то даже снимать но у меня есть предположение что вот я сниму маринацию потом я начну досниму доки-доки наверное же на следующих выходных да я работаю да я хожу на работу как этот дебил может ходить на работу я сам удивляюсь короче ну в магазине да да я работаю такой вот я стоятельный человек еть как я конечно там не распугиваю покупателей своим хлебалом я сам не знаю вот как-то так сколько времени 1637 сколько мы уже играем это интересно если судить еще прошлую серию то есть я снял сегодня уже это две серии то есть это вторая первую я сразу короче вторую я тоже начал сразу снимать как первую как сразу закончил первую сразу вторую потому что мне на первой позвонили и тогда игра сбилась полностью вот как-то так ой блин я не знаю я честно говоря ну должен пройти маринацию но с какими темпами я ее прохожу это конечно будет долго во-первых во-вторых я уже не хочу проходить эту игру потому что ну типа она мне уже немножко надоела типа ну блин мне надо проходить другие руты а там их еще сколько ну смотрите мне нужно пройти будет Шинкуна а у ой Шинкуна у него там по-моему есть две концовки плохая хорошая это та самая Лена кстати почему-то разрабы помешаны на фиолетовых какую-то там хорошую плохую концовку делать кто кто Коноски но Коноски я собираюсь без вопросов проходить потому что это мой любимый пирс кто еще а кто еще дай подумать а Дзюит он довольно-таки не знаю ну мне довольно-таки он пока интересный как по мне вот оставшийся и блин я не хочу проходить рут с Та Цуни потому что мне кажется там ничего интересного нет и честно мне говоря Та Цуни он только раздражает я даже был не против затусить бы как он там с Кёдзи но рута его нету они видимо не заслуживают вот как Трахика Султару там и Кёдзи да только у них рута нет это бывает знаете лучше бы вместо рута Шункуна сделали бы рут я не знаю Гакусана это было намного бы ну не знаю лучше во первых я не думал что там был бы такой кринж но я даже не знаю ну честно говоря Гакусан он как персонаж он довольно таки прикольный довольно таки не знаю ну просто видимо разрабы если так это делать по разработчикому интеллекту то уже такой персонаж наподобие наверное есть то есть он не знаю какой-то более мрачный и в какой-то может мере стрёмный это скорее всего Дьюити Сан а так они должны сделать их ну как бы сказать разнообразнее персонажей вот Шункун у нас мега турбо веселый Коя у нас как бы приколист и в то же время какой-то ну не знаю дерзкий Та Цуни ну одним только можно поржать и всё в принципе а ещё он прям перевозчик кринжа Тарахика в принципе они похожи с Та Цуни но Тарахика он более как ребёнок так что ему только веселиться да Кёдзи ой фу Кёдзи ну не знаю он как-то мамаша просто ходит за Султару Султару в принципе отвечает ему любовью да то есть он за ним бегает короче обои они за друг другом бегают да Султару у нас же няшка стесняшка который пальчиком тыкнешь он сразу застанает а кто ещё Кановский ну он довольно таки не знаю ну для меня он довольно таки милый но честно говоря не знаю вот это вот бывает он раздражает как та же Альфис в этом Вандертейл я их что и сравнил у меня арт даже есть вот такая вот коллаборация вот а ну и Дио Тисан но я даже не знаю по типу ну он довольно таки мрачный ну и блин он как-то вот это немного странно смотреть когда он бьёт за не знаю за какие-то пустяки Тарахика просто я не понимаю этого ну и Шан-Кун Шан-Кун у нас довольно-таки мерзкая личность как вот если не знаю так судить с первого же взгляда прошло три дня и за эти три дня эти дни столько всего успело произойти не скажу что видел всё но явно много и подумав об этом я пришёл к выводу вчера вечером я много думал о том что произошло за последнее время и всё такое я много узнал о тебе за эти три дня ты то о чём даже не догадывался о том что ты ушёл с дома после ссора с отцом и с тех пор ни разу не возвращался и о том что следующего твоего концерта зависит всё короче зависит я наблюдал всё это будучи рядом с тобой и к концу треть этих трёх дней ты вернулся с репетиции в группе а я к своим привычным летним каникулам и в итоге всё произошло произошедшее становится лишь просто воспоминаниями но я думал правильно ли это правильно ли оставлять всё как есть нет конечно нет я хочу сделать хоть что-нибудь это из-за какой-то чувства ответственности я просто хочу тебя поддержать вот как значит тихо спросил кое с его лица исчезло недоумение и он мягко улыбнулся да я как следует продумал об этом и решил что хочу увидеть чем всё закончится понимая что звучит как эгоист максимум на что я способен это выполнять всякие поручения если я буду плохо с ними справляться то лишь только помешаю я не знаю просто интерфейс немножко мешает читать я не знаю в оригинале тоже так же что ли а у них вроде каракули должны быть не знаю поменьше хотя ну там зависит от слова наверное у них там одна каракуля блин звучит одно как слово а другое как звук просто но даже так я хочу быть с ним я не за а ну ка тихо я ни за что не могу уйти не сказав ему этого того что я чувствую я начинаю икать ты правда уверен в этом летние каникулы ведь скоро закончатся я же уже сказал что подумал об этом и решил что скоро бы раз ты меня не просил мой ответ не изменится а в ответе на мои слова кое я вздохнул а затем улыбнулся боже какой ты любопытный ладно я спрошу об этом подожди секунду кое подошел к телефону и по памяти набрав номер поднес трубку к уху мне интересно как это как это выглядит нет ну просто просто я так понимаю трубка сделана вроде бы как для людей и получается он вот так тянется ну то есть трубка ну блин трубка простая такая телефонная да ну короче получается она должна быть настолько длинная что доходить до его рта и до уха ну я не знаю это максимум неудобно если она будет такого же размера как человеческая мне всегда вот интересовало вот в таких играх ну ладно даже в этой игре скажем так то есть смотрите а лю этот делают одежду для людей и для ладно скажем этих монстров то есть и там каждый разный вид животных я так понимаю от мыша до жирафа я не знаю ну типа блин это сколько нужно делать одежды во-первых пипец просто и все прям много такого разнообразия должно быть это пипец полный ну я даже не знаю это просто немного неудобно как-то да вообще я не знаю как честно по логике жили бы фури и люди в одном мире ну типа а как ну если по логике вот говорить как вот опять же про одежду ну да ну ладно это такой себе просто это было бы мега неудобно наверное расисты расисты окей я даже не знаю блин я почему-то на этом моменте именно вот я не знаю наверное скоро закончим я закончу снимать потому что времени довольно-таки много прошло почему-то прям заболтался ну в общем-то я мог уже пройти этот день за это время как я болтаю но я мне интереснее поразговаривать о чем-то подумать короче я говорю про планы то что что я там буду снимать дальше на своем канале это типа 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 ну это будет доки-доки продолжение скорее всего я начну это в скором времени вообще я планирую снимать зайчика да только я не знаю как его оставить оставить я хочу в общем-то ну я хочу подождать типа когда выйдет весь зайчик но это я наверное состарюсь когда он выйдет полностью это то же самое как ждать типа это когда выйдет полностью эндеросимулятор это наверное никогда все на демке закончится вот как-то вот так ну я все же прошел доки-доки ой фу доки-доки яндера симулата да точнее демо версию я немножко затупил оказывается в том сказать короче в том да ё-моё в той игре где есть типа версия 80-х и такая простая версия оказывается можно типа выбрать старую версию то есть я имею ввиду где просто Аяна вот а не ребра вот так ну я этого не знал я скачал старую демку просто это было немножко тупо хотя я не знаю в чем смысл потому что я бы не стал играть в мод 80-х алло это я а я думал сова давайте сохранимся короче вот так вот я надеюсь то что я больше не вернусь в яндер симулятор я надеюсь потому что знаете у меня была проблема в том то что у меня эта игра вылетала я не знаю как я снял это именно начало но под конец видео она просто у меня прям начало вылетать это пипец то есть я вообще хотел снять Аманду но когда я начал снимать Dark Exception у меня есть в телеграм-канале альфа-версия то есть альфа-версия короче часть того видео нарезки да оно попадет в борт и сборник там всего половина из того что я смонтировал потому что короче видео длится там по Dark Exception где-то часа 4 да я 4 часа сидел за компьютером и играл ну конечно с перекурами все это ну да не я не курю ну ладно короче хотел запустить Аманду но она у меня не запускается я сам в ахере почему типа Аманда по графике в общем-то кусок дерьмища ну это в принципе такая задумка но наверное но все же типа у меня без лагов практически работает Dark Exception но Аманда при этом не хочет даже запускаться ей даже не знаю почему а так бы я бы давно уже выпустил видеоролик по Аманде но я уже не хочу я в принципе не хотел в нее играть потому что как сказать что я хотел сказать ну короче она мне в принципе не не интересно я хоть не знаю в чем там вообще суть я знаю что там типа какая-то пародия на Дашу путешественницу и типа там ломание четвертой стены да и все типа я больше ничего не знаю вот есть там такая вот черная Аманда да я не расист и Бараш Бараш Шон да это ее друг друг я знаю что была демка ну там она была очень маленькая вот как-то так короче я не собираюсь играть в Аманду если она опять стартанет тогда может попробую но у меня комп ее не запускает просто но я могу что-нибудь с этим поделать наверное на эмуляторе каком-нибудь захерачиваю ее но это не факт потому что блин серьезно а видео по Dark Deception еще не скоро ждать то есть блин ну потому что как сказать я ну не хочу уже пока ничего монтировать я недавно добавил в этот упорный сборник видео по этому from from darkness вроде вот сорян я подумал кто-то вошел окей короче ой я на уши чуть не сел просьба на четвертый день а вот тут пишется какой день у нас сегодня 23 август значит скоро наш рут с коей закончится а у нас так и не было никаких сцен вообще какой-то рут я не знаю какой-то не такой короче че я говорил а че я говорил да ну типа я говорил про dark deception типа не ждите его он выйдет не слишком ну наверное этим летом но не факт то что так скоро потому что я не хочу в принципе сейчас ничего монтировать во-первых во-вторых потому что я думаю что это бессмысленно ну типа никому он не зайдет потому что его популярность давно ушла его может популярность возродиться когда разраб сделает ну блин еще добавит главы но это не скоро опять через 3 года наверное вот так вот так что я тупо не вижу смысла ой да и во-первых я хочу отдохнуть от этих упорных сборников хотя блин я их месяц делаю делаю блин капец да ну потому что мне лень мне лень не будем это скрывать я не знаю во-первых чем не снять не знаю вот вообще надо стоит уже заканчивать серию я не знаю что я бубню тут во-первых наверное потому что мне скучно во-вторых надо все-таки заканчивать короче что мы уже практически закончили рут практически осталось наверное еще две серии максимум ну смотри какая там длительность будет потому что я занят как-то сказать вот ну там будет все зависит от времени и ну в принципе наверное да две серии будет максимум по руту кои но на этом мы не остановимся потому что у нас есть еще другие руты которые тоже идут до херища времени ой блять я не хочу уже в нее играть короче поддержи меня лайком да ты я тебе прямо указываю сейчас через экран но ты этого не видишь короче поставь мне лайк а еще подписку мне тут поставь если ты не подписан на меня а если подписан то отпишись и подпишись вот так я вот сколько сколько я вот веду свой канал уже три года и у меня нету ни приветствия моего ни прощания мне все время оно разное вот короче мы да наверное серия долга из-за моих бубней но мы прошли далеко так что да увидимся до скорого там я сейчас сохранюсь да удачи но нет я не Продолжение следует...